С нами на связи Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, смотрите, если мы говорим о поддержке Украины, мы не можем обойти по сути итоги заявления, которые были сделаны в рамках саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе. Ну и давайте, если знаете, определенным образом подытожить эту всю историю, то, по вашему мнению, глобально, вот если страны говорят о поддержке нашего государства, предоставлении иных и других, да, возможно, более эффективных видов вооружения, то из чего? Каждая страна исходит, по вашему мнению. И есть ли там, да, в этих решениях по поводу поддержки нашего государства, еще, знаете, вот та оставшаяся, возможно, боязнь эскалации со стороны Российской Федерации? Стратегически все члены НАТО определили, что именно врага нужно побеждать. Что Россия является очень мощной угрозой не только Украине, но и всему цивилизованному миру, в первую очередь, конечно, странам НАТО. Мало того, об этом говорил сам Путин. Соответственно, все политические руководители России указали, что НАТО — это враг. Поэтому концепция России — это ведение войны. Они разозвали против Украины, но в формате того, что мы именно движемся в НАТО, что НАТО будет на границе с Российской Федерацией. Я сам общался в очень тяжелых дискуссиях с Путиным, и он мне постоянно говорил, вот НАТО будет угрожать России, будет размещать баллистические ракеты на границе Украины и, соответственно, Российская Федерация. Мы не будем молчать, мы будем проводить какие-то операции. Ну, это была риторика. А постепенно за много лет у него это переросло в фобию. И он уже выработал стратегию как бы нанесения ударов. И сам решил, так сказать, создать перспективы не только контрудара, как он считал, а просто захвата территорий и уже диктовать свою политику в этом регионе. Не только на территории бывших стран СССР, но в целом в Европе. Считаю, что Европа никаким способом, так сказать, не может защищать себя. Не только Украина, как он считал там на 24 февраля прошлого года, но в целом НАТО. Ну, США далеко, а тут именно европейцы, которые не будут воевать против России, ну, и помогать Украине. То есть это большая стратегические права Путина, мы это уже понимаем. Но и европейцы, и НАТОвские страны поняли, что это не риторика, а просто Путин на Мюнхенском, так сказать, форуме, где он там рассказывал о двух розахах Запада. Это уже реальная война. А в реальной войне должна быть реальная поддержка. Поэтому тут отставят интересы не только Украины помощи, потому что многие говорят о том, что они должны оказать помощь. Вот они где-то дают какую-то часть именно тех или иных видов вооружения, тем более уже более мощных, стратегических. Они, в первую очередь, думают о себе. Я знаю хорошо лидеров этих стран, тем более элиты, тем более силовиков и спецслужбы. Они, в первую очередь, думают, а выгодно им будет или нет. И тут именно есть два фактора. Боясь, то, что именно будет эскалация с Россией, еще в некоторой степени сдерживает от передач, например, F-16, например, или от аккаунта в определенное время. И, с другой стороны, как же защитить себя. И вот вторая составляющая постепенно, постепенно меняет сериал тип мышления. И в Байдена, прямо говорю, и в Сунака системно отдает. Вот Джонсон принципиально изменил. И самого Шольца, который никогда не думал, что будет так помогать. Ну, а тем более Макрона, который был посредником регулирования, там, друг Путина, там и тому подобное. Я не говорю об итальянцах, которые там традиционно были, также про российские корни. А теперь мы имеем от них и дальнебойные ракеты, и, соответственно, сам ТИ, мы говорим, и Айрисы, и Патриоты. Ну, я уже не говорю о танках, БТР, БМП, вот и других видов вооружения, которые сейчас массово идут. И поэтому Запад теперь понимает, уже все на кону стоит. Или побеждаем мы и с их помощью, и, соответственно, Россия проиграет. Или Россия будет дальше навязывать агрессивную политику, и дверясь не только в Украину, но и на Запад. Для того, чтобы победить, они все в режиме онлайн каждый день, понимаем, что нужно очень эффективное вооружение. Не третьего, четвертого поколения, или старое вооружение, которое они нам там пытались сначала отдать, а действительно четвертого, пятого, шестого поколения, которое может эффективно поражать большие, мощнейшие укрепления, укреплений России, их, так сказать, огневые средства, всю логистику, все резервы, которые движутся на каких-то направлениях. Это удары по пусковым установкам, по аэродромам, по мостам, включая Крымский, по Черноморскому флоту. То есть это то, что мощно подорвет оборону России и, соответственно, создает условия для страдейской наступательных операций и практической проражей Российской Федерации. А в этой ситуации выиграет и Европа, и Запад, и НАТО, тем более. Это в истории за много десятков лет это будет первый случай. И они понимали, что ставки сделаны. В этих ставках именно действительно высокий уровень ценностей, высокий уровень, соответственно, боевой составляющей. И поэтому они не только понимают, а они вынуждены это делать. Альтернативы просто нет. Или это растянется на долгие годы, не прогнозируя Россию, как поднимется или восстановится и пойдет на них. Или все-таки используют сегодняшнюю перспективу, особенно наши эффективные и оборонительные, изматывающие операции Азии уже тактические наступательные и перспективы стадийские. Но, конечно, для этого нужно все. И несколько миллионов боеприпасов разных типов. Это, конечно, и это КАМСы, это Стромшедов, это Скальпы и много-много других видов техники вооружения. И я считаю, что САМИ имело очень важное значение, что такое понимание, которое раньше формировалось, теперь оно привело коллективный характер. И каждая страна буквально позавчера, вчера и сегодня отчитывается и формирует свой пакет, конкретный пакет с точным вооружением, техниками, безопасными, финансовой поддержкой, организационной поддержкой, политической поддержкой. То есть это важнейший этап, и президент должен был ехать обязательно. Потому что сначала было едет, не едет. Нам сейчас важно, чтобы мы там были не только участниками, а навязывали свою позицию, понимание именно общих угроз, конкретные программы в плане поддержки Украины и создание условий для гарантий, юридистской обязанности, что уже было создано, формирование перспектив именно нашей кооперации уже в рамках НАТО, за счет сначала Совета Украины-НАТО, а затем и членства НАТО. То есть все факторы должны быть отработаны на марше. Но самое главное, которое понимают союзники сегодня, практически, это военная поддержка. Это беспрекословно, быстроэффективно, которое уже реализуется, и все больше и больше получаем поддержку и темпы. Да, определенные есть даже на Западе проблемы, например, и с боеприпасами, с определенными видами техники, но они быстро восстанавливаются, формируют новые заводы, новые запасы и создают условия альтернативы. Например, кассетные боеприпасы, если не хватает, например, достаточного количества, например, там снарядов 155-го калибра, других видов вооружения, альтернатива есть. Давайте эту задействуем. Дальнебольные ракеты, мощная альтернатива. Танки, например, там пойдут. Абранс, еще одна альтернатива тому, что чего-то не достает. Но есть то, что действительно мощное, сильное. Вот это понимание самое главное. И одновременно создать условия затем и для победы, и для всех процессов нашей интеграции, формирования перспектив не только нашей безопасности, а нового миропорядка на принципах международного права, мира и очень мощной системы обороны. Вот смотрите, в продолжении истории о поддержке нашей страны мы говорим о тренингах для украинских пилотов. Обучать наших специалистов согласилась Великобритания. Ну, причем вот эти тренинги будут проходить не на F-16, а на европейских истребителях. Как рассказал посол Украины в Средненном Королевстве Вадим Пристайко, подготовка начнется уже в течение месяца. Дипломат пояснил, что сама Британия не эксплуатирует F-16, но располагает самолетами европейского производства. Решение Лондона начать обучение украинских пилотов было принято с целью разорвать замкнутый круг дискуссии о том, какие истребители можно передавать Украине. Решение Великобритании было в следующем. Начнем тренировать украинских пилотов и дадим возможность европейским политикам принять окончательное решение. К моменту этого решения у нас уже будут пилоты, которые пройдут определенное время подготовки. Количество летчиков на первом этапе будет 20. Начало учений в конце этого месяца, в начале августа. Этот курс будет начат таким образом, чтобы пилоты могли перейти потом на платформы, которые будут избраны. Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании, в эфире марафона «Едыни новыны». Николай Григорьевич уже снова с нами. Смотрите, вот уже напоследок. Скажите, если говорить о разрешении вот этого вопроса авиационного для Украины в пользу Украины, то правильно ли мы понимаем, что по сути, по срокам, где-то вот возможно на конец года мы выйдем на определенные результаты? Ну, в первую очередь, мы понимаем то, что именно Москва четко представляет, что никакого ядерного оружия нет, в Украине применяться не будет. Это очередная риторика угрозы ядерной войны. Все, так сказать, отслеживается союзниками НАТО, Китая, Индии и других стран, особенно Турции, в отношении возможной риторики, возможно применение. И, соответственно, есть контрдействия, и предупрежден Путин и его окружение в случае, так сказать, применения таких средств. Поэтому шансов очень мало, что он будет применять, потому что сам погибнет. Вторая составляющая в отношении самолетов, это очень важный фактор, это еще один вид вооруженных сил, который имеет стратегическое значение для проведения, в первую очередь, наступательных операций, уничтожения стратегических объектов противника, живой силы и огневых средств на поле боя. Поэтому, действительно, это будет еще мощный дополнительный фактор, который будет действовать. Но, к сожалению, я думаю, что это с осени, для того, чтобы, или к концу года, для того, чтобы подготовить и летчиков передать самолеты, подготовить инфраструктуру, технический состав, соответственно, взлетные полосы, систему управления. Это мощный технологический процесс. Даже если мы стартуем, например, через две недели, как мы, к примеру, договорились, соответственно, это все требует конкретных подготовительных действий и перемещений, логистики, обучения, согласования в рамках и этого пакета, то есть между, так сказать, уже флотом F-16 и другими, так сказать, системами, и воздушной, противовоздушной обороны, управления войсками Украины. Это все, так сказать, системные действия наших военных с нашими партнерами. Поэтому чисто технологически 4 месяца – это очень оптимистический формат, чтобы все подготовить, все в быстром формате. Даже лучшие летчики, которые быстро освоят эти самолеты, должны будут готовиться к техническим составам минимум 4-5 месяцев. И все остальное обещаем мы примерно полгода. Поэтому примерно к концу года может быть новый, мощный еще вид вооруженных сил с очень эффективными самолетами F-16, а перспектива F-18. Это даст перспективу и, возможно, дополнение наших сил и средств проведения наступательных операций, когда мы будем на определенном этапе находиться, возможно, в Крыму. Ну и, конечно, фактор безопасности на перспективу. Николай Григорьевич, спасибо вам за разговор, за этот анализ. В эфире телеканала Freedom благодарим. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, был с нами на связи.